Привет, это доктор Ник. Сегодня поговорим об углеводах и их разумном применении в нашем питании. Я надеюсь, что для тебя не будет новостью тот факт, что наше тело способно производить свои собственные углеводы, а не же глюкоза, а не же сахар крови. Этот процесс является нормальной частью человеческой физиологии, и происходит он в печени и почках, и называется глюконеогенез. С помощью глюконеогенеза печень и почки могут произвести столько сахара крови, то есть глюкозы, сколько нужно на данный момент. Фактически, этот замечательный процесс позволяет создавать сахар крови даже из жиров. Это ставит под сомнение целесообразность большого количества углеводов из пищи. Одна маленькая, но важная истина о твоем теле. Оно не будет вырабатывать само то, что ты даешь ему извне. Поэтому, чем больше ты даешь ему углеводов с пищей, тем меньше в теле происходит глюконеогенез. Тело отвыкает от него, постепенно забывает его, растренировывается. Важно понимать, что у глюкозы есть всего лишь одна примечательная функция. Дать тебе энергию. Глюкоза очень быстро и без особых усилий затрат со стороны организма отдает эту энергию. Поэтому тело настолько любит ее, что в присутствии достаточного количества углеводов в рационе, оно сжигает меньше жир. Об этом можешь посмотреть мое предыдущее видео, в котором объяснял, как заставить тело сжигать свои жиры. Важно понимать, что углеводы очень быстро дают тебе энергию. Это касается даже медленных углеводов. Использовать эту энергию нужно сразу по факту ее поступления. А для этого подходит только физическая активность. И теперь вооружимся четырьмя фактами. Первый. Тело способно делать собственные углеводы столько, сколько нужно в данный момент жизни. Второй. Единственная функция углеводов – дать тебе энергию. Третий факт. Энергия, которую дают углеводы, наиболее пригодна для физической активности. И четвертый факт. Чем больше телу доступно углеводов, тем меньше у него мотивации расходовать запасы жира. Из этих фактов можно вывести две логичные рекомендации. Во-первых. Чем меньше твоя физическая активность за день, тем меньше тебе нужно углеводов в рационе. Если большую часть дня ты проводишь в положении сидя, много работаешь головой и, в принципе, ведешь малоподвижный образ жизни, то углеводы в твоем рационе должны стремиться к нулю. Забудь, пожалуйста, этот треп о том, что для работы мозга и умственной деятельности обязательно нужна глюкоза. Он может работать и на другом топливе. При таких условиях жизни относись к углеводам как к ответственности. Едая что-то углеводное, кашу, макароны, фрукты, сладости, ты получаешь энергию и берешь на себя ответственность за то, чтобы использовать ее сразу. И если ты не используешь эту энергию по прямому назначению на физическую активность и выпустишь ее из себя, то эта энергия использует тебя, чтобы сохраниться в виде запасов жира. Разумно съесть что-то углеводное, чтобы выполнить какую-то физическую работу. Скопать огород, затащить холодильник на пятый этаж и так далее. Но постоянное употребление углеводов ради эмоций, а не ради движения, приведет тебя к лишнему весу, к ожирению, к диабету второго типа, к лобоумию, болезни Альцгеймера, атеросклерозу, болезням сердца и так далее. Вторая рекомендация. Чем больше твои запасы жира, тем меньше тебе нужно есть углеводов. Если ты, конечно, хочешь избавиться от лишнего веса. Сейчас на экране ты видишь углеводную лестницу. Она помогает понять, сколько углеводов может вынести твое тело в зависимости от состояния здоровья в данный момент. Чем больше твой вес и запасы жира, тем больнее будет падать с этой лестницы вниз. Снижение веса, уменьшение метаболического риска и улучшение показателей здоровья позволят подниматься тебе по этой лестнице чуть выше и увеличивать количество углеводов в рационе. Но при этом нужно сохранять осознанность и помнить, что лишние в твоем случае углеводы будут увеличивать риск того, что ты упадешь снова в самый низ этой лестницы. В итоге факт остается фактом. Можно прожить здоровую и полноценную жизнь, ни разу в жизни не съев углеводов. И чем больше углеводов в твоем рационе, тем больше тебе нужно двигаться, чтобы они не превращались в запасы жира и не приводили к множеству неприятных заболеваний в дальнейшем. Чтобы получить больше небанальных советов, которые улучшат твою жизнь, самочувствие и здоровье, подписывайся на мой канал в телеграм. Ссылку найдешь в описании. Большое тебе спасибо за просмотр. Поставь лайк за полезное видео, подпишись на мой канал и нажми колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok